Таким чином свободная экономичная зона, хоть и лишится Гомельской, а ля по сутности размещена на территории усёй в области. При этом наибольшую активность замежные и айчинные инвесторы проявили у Снежни минулого года, коли новые субъекты господарения регистровались у литеральном сэнсе каждый день. Было зарегистрировано 40 предприятий. Всего сейчас работает в свободной экономической зоне 81 предприятие. В том числе, надо сказать, что 34 с участием иностранного капитала. На думку администрации свободной экономической зоны, значное повеличение колькости резидентов стало реакцией капиталу на стабилизацию работы финансового рынка Украины. А так само связано с разумением бизнесменами тех перспектив, которые принесло створение Мытного союза Беларуси, России и Казахстана. Зараз рыхтуется новый проект указа президента по ширине границ СЭС у таких городах, как Туров, Лельшицы, Хойники, Карма. Причим у администрации переконаны – новые резиденты тут обовязково застанутся. Бывают всякие случаи, когда не хватает денег инвестору в какой-то период времени, ну, либо еще по каким-то причинам. Но у нас сейчас очень редко уходит. Мы редко лишаем статуса резидента свободной экономической зоны. Если он уже получает этот статус, то в основном это продумано. В ближайший час такой великой колькости новых резидентов, как было летость в свободной экономической зоне Гомель-Ратон, не чекаются, але и сучасную лишбу не лишить кончатковой. Территория свободной экономической зоны, она остается привлекательной для инвестора. Мы работаем сейчас с рядом потенциальных инвесторов. Я думаю, что будем регистрировать новые предприятия. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель.